Музыка Всем привет! По какой-то непонятной причине в вашем арсенале оказался привод М1А1 от Цимы, а внутренняя пирожка требует от вас обмазаться респланками и другим топ-оборудованием? Тогда вы по адресу. Представляю вашему вниманию Modern Conversion Kit для Томпсона. Комплект включает в себя обновленное цевьё с респланками, удобную пистолетную рукоять, компенсатор с возможностью установки трассерной насадки и обновленный приклад с возможностью регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. О, ещё есть бункерный магазин в виде бубна, но о нём мы поговорим в другом выпуске. Модели для печати данных элементов, выложены в открытый доступ на сайте Singiverse. Качаем, печатаем, делимся впечатлениями. Данного проекта не было бы, если б не бурная фантазия хранителя 151-го убежища. Скажем спасибо Ярву. От себя добавлю. Спасибо за возможность воплощения данного изделия и за полученный бесценный опыт. Обзор накид можно посмотреть на канале Убежища 151, а я расскажу, как правильно собрать все детали. Поехали. Все модели протестированы только на приводах М1А1 от ЦИМы. В основном все детали напечатаны с заполнением 100%, с высотой слоя 0,1 мм, а шкуриные покрашены. Начнём с простейшего замена рукояти. Всё просто. Выкручиваем штатный винт. Устанавливаем новый рукоять. Это деталь номер 1. Устанавливаем новый рукоять. Деталь номер 1. И фиксируем её. И фиксируем её на винт DIN 7991 M4 на 12. Кстати, на рукоять нанесён стиппинг для лучшего удержания. В оригинале в модели она гладкая. Переходим к цевьём. Для этого необходимо отделить верхнюю часть привода от нижней. Также выкручиваем один винт фиксации ствола, вот что ближе к мушке. Чтобы разъединить апперслойером, нам придётся открутить приклад. Вот. Далее выкручиваем два винтика, фиксирующих рамку целика. Вот этот и этот у меня уже выкручены. Те, которые ближе к стволу. Ну и, соответственно, снимаем старое цельё. Винтика-цевья нам пригодится. Теперь, используя деталь номер два, устанавливаем её на ствол. И можно слегка прихватить винтами ISO 7380 M3 на 12. Две штучки. Тут и далее все используемые мной винты можно заменить на аналогичные по длине. Берём деталь номер три. Возможны два варианта исполнения. Продеваем через ствол и вставляем её на деталь номер два. Фиксируем винтами ISO 7380 M3 на 5 мм. Затем берём деталь номер четыре. Возможны три варианта исполнения. Самый прочный первый, который я держу в руках. При использовании боковых планок деталь номер пять, желательно сразу прикрутить их к детали номер четыре. Я сразу прикрутил. Потом это будет неудобно. Теперь эту часть цевья продеваем через ствол и фиксируем на детали номер три. Винтики тоже ISO 7380 M3 на 5 мм. Четыре штучки. Теперь самое геморройное. Установка планок верхний и нижний. Нижняя планка выполнена единой деталью, а вот верхний состоит из трёх частей. Так вот, для сборки нам понадобится ключ для удержания гаек. Если в наличии такового нет, я добавил его в архив пастиковый. Прочности должно хватить. И небольшой лайфхак. С одной стороны приклеим кусочек скотча, чтобы гаечки не проваливались. Вот так. Верхнюю планку устанавливаем от первой части к третьей. Не старайтесь сильно затягивать гайки. Это всё-таки пластик. Появляются прогибы. Используемые винты DIN 7991 M3 на 10 мм. Пластик. Продолжение следует... 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 Вот и всё. Про сборку бубном поговорим в следующей части. Там не всё так просто. Если данное видео и модель оказалась полезной для вас, то я вас прошу поставить лайк, подписаться на канал и по возможности поддержать канал донатом. Всё-таки я планирую поразвивать данное направление стрейкбольного диайвая. Все ссылки ищите в описании к видео. А на сегодня всё. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok